Все, приехали, с вас 110 рублей. Держи 200 без дачи. Спасибо. С вас 99 рублей. Спасибо, до свидания. Рубль отдай. Слушай, сын, сходи в магазин, а? Да я не могу, я сейчас играю. Так, я не поняла, щенок быстро пошел в магазин. Ладно. Так, купи мне яблоки, морковь, молоко, фундук, масло, говядину, соевый соус, кровать, машину, гель для душа, микрофон, бензин, аэрозоль. Уголь, веревку, тапки, бритву, мармелад, кран, ковер, журнал, лесу, корм для слонов, удлинитель, аквариум, тушенку и не забудь пакет. Хорошо, я понял. Так, я пришел вот. Ага. Стоп, а где все? Я не знаю, слышал только пакет. Рэй, можно какой-нибудь вкусный и недорогой кофе? Можно, пожалуйста, вот РАФ за 200 рублей есть. Ага, РАФ, отлично. А можно подешевле что-нибудь? Хорошо, вот капучино за 170 рублей советую. Класс. А что-нибудь подешевле? Есть? Еще дешевле. Ага. Вот американу могу предложить за 150 рублей. За 150. Что-нибудь еще подешевле? Еще подешевле? Ага. Стоп, а надо? 10 рублей, пожалуйста. А подешевле что-нибудь? Подешевле без проблем. Давайте ладошки. 3 рубля, пожалуйста. Младшему брату стало плохо. Ой. Братик, что с тобой? Плохо мне, не видишь? Ой. Что у тебя болит? Ты тупой? Эээ. Голова у меня болит. Сейчас принесу таблеточку, тебе станет лучше. Ты тупой? Ты не видишь, я симулирую, чтобы я завтра не пошел в школу? Ааа. Вы, блядь, позаебать. Скажи мне плохо. Ой. Знаете, почему фит не будет с Лилл Пампом? Ну, вот этот айс. Потому что, смотрите, Моргенштерн, он, поймите, типа, говорил на русском. Вряд ли, типа, менеджеры Лилл Пампа русские. Ха. Напугала? Хе-хе-хе. Да, я вижу, как вы трясетесь. Кто же к доске пойдет? Татьяна Николаевна, отличник Витя всегда заряжен и готов вас удивить. Ааа, Витюшек, привет-привет. Опусти ручку, я в тебе не сомневаюсь. А вот другие персонажи меня интересуют больше тебя. Блин, не дай бог вызовет, я же не знаю, как это решать. Надо опустить глаза и сделать вид, что я что-то решаю. Кто это у нас там сидит на последней парте? Это же тот самый парень, которого я не люблю больше всех и хочу поставить двойку. Так, спокойно. Главное, не смотреть ей в глаза, главное... Блин, она смотрит на меня. Попался. Хе-хе. Пошел. К доске. Быстро. Не-не-не-не, Татьяна Николаевна, можно без меня? Мой фирменный прием – дьявольский взгляд. Никто и никогда не выдерживал его. Все-все-все, понял, все понял, иду, иду. Так ты лучше. Господи, как я люблю побеждать. Короче, рассказывал мой фельнющий фельный пейл вчера в магазине. Днем я пошел затариваться продуктами. Ну, прям так, капитальник, тысячи на три, на четыре. Три часа ходил, блуждал, естественно, копился не по списку и забыл то, что было в списке. На кассе отстоял огромнейшую очередь, человек двадцать и еще тридцать собрал после себя. Мне пробили мою тонну продуктов на пять тысяч. Дело дошло до оплаты, а я там стою и в своих мыслях в пакеты продукты собираю. И, значит, продавщица мне такая, оплата у вас карты будет. А мне послышалось, нашу карту надо? Ну, я ей говорю, не, не надо. Она мне такая, надо. Я уже начинаю пуканить и говорю, вы что, прикалываетесь на домой? Сказал же, не надо. А она говорит, сейчас я охрану позову. Я говорю, девушка, вы что, больная, что ли? Ну, и, короче, она начинает у меня отбирать продукты, я начинаю выхватывать их у нее, подбегает к нам охранник. И говорит, молодой человек, я сейчас милицию вызову. Я говорю, вы что, тут совсем все поехали, вызывайте. Я говорю, я сейчас напишу на вас заявление, за то, что вы мне свои товары навязываете. Видели бы вы, как угорал участковый, когда он приехал и понял, что мы просто дерьми. Здравствуйте, можно мы зададим вопрос вашей замечательной девочке? Это мальчик. Ой. Привет. Привет. Это ты что, мне угрожаешь? Морда бандитская. А ну как, пошел нахер отсюда. Мам, я сегодня кладику с ночевой. Стоять. Уроки сделал? Кому ты чешешь, уроки он сделал, не время. Никаких ночевок, пошел обратно к себе в комнату, делать домашнее задание. Теперь здесь мы приду все проверим. А мы вместе будем делать. Я там эту тему не понимаю. Я вроде тебя русским языком всем сказал, а пошел к себе в комнату, делать домашнее задание. Ну а я, вы там что будете вместе делать. Брысь, в комнату, быстро. Как всегда. Ой, посмотрите на него, а. Ведь она еще не тут и все вы куда хотите. Почему вы вообще занимаетесь по жизни? А, что даю? А что? Бананы. Угу. Людей. Что чернее бананы. Когда договорился с друзьями погулять после школы. Мам, я пришел, но я сразу ухожу, я с ребятами гулять. Нет, ты никуда не идешь. Мам, я уже взрослый, я сам решу, когда мне идти, когда нет. Взрослый, говоришь, да? Сын, в комнате не забудь убраться. Да, мам, хорошо. Я люблю делать уроки. О. Кто-то хочет побежать. Здорово, как дела? Ой, а что так тихо там, может по грунте будешь смеяться? Что там смешного, тогда хоть посмотрю. Нормально, посмотри, какой мэнчик. Давай. Я не вижу ничего. А что тут смешного? Куда мы катимся? Куда мы катимся? Я не понимаю, что в этом смешного, Макс? Что? Ты деградируешь, ты понимаешь? Деградируешь просто. Нет, чтобы встать, мать или помочь, дома упрасываться. Есть каких-то непонятных, что так смеяться? У нас нет будущего. Мам, мы завтра пришли с друзьями, вот так классика собрался, у него будет вечеринка. Какая вечеринка, мать? Ты хочешь меня до инсульта довести, да? До инсульта хочешь меня довести? Никаких вечеринок или уроки делай. Да, мама, там все мои друзья будут, может, я тоже пойду. А тебе что, нас других-то я не понимаю? Все друзья пойдут с крыши прыгать, тоже пойдешь с крыши прыгать. Никаких лишних слов, иди, а уроки. На вечеринку он захотел. Я всегда это уже с уроки делаю.